Будут ли транспортники и дальше предоставлять льготный проезд? Уже через несколько дней заканчивается срок действия соглашения, а долг государства перед ассоциацией превысил 11 миллионов рублей. Разобраться в ситуации президент поручил профильным министерством. Исторический долг государства перед транспортниками за предоставление льготного проезда берет свое начало еще с 2006-го. С каждым годом сумма только увеличивалась. При этом, говорят транспортники, все это время они исправно платят налоги, содержат автопарк за свой счет, выплачивают зарплаты. Действующее соглашение, срок которого истекает уже 25 марта, было подписано три года назад. Согласно документу, все долги перед транспортниками правительство обещало выплатить до 2017 года. С 1 января 2017 года по 1 января 2017 года наоборот было умельчение где-то в размере плюс-минус миллион. То есть не было погашения задолженности совсем. Вот нас тревожит сейчас. Мы не знаем, что делать дальше. Потому что если сегодня говорить в дальнейшем, как строить работу по перевозке льготной категории граждан, то, наверное, надо сначала определиться с этим долгом. Нынешнее правительство со своей стороны четко обозначило, пустых обещаний не будет. Надо реально смотреть на существующее положение дел. По словам министра финансов, средств на полное погашение долга пока нет. Однако в условиях снижения благосостояния граждан льготы по междугородним и пригородным перевозкам необходимы. А значит, соглашение с транспортниками надо продлевать. Одно из предложений – рассрочка выплаты долга на 4 года. Порядка трех миллионов каждый год будем закладывать в бюджет. Помимо четырех миллионов, которые необходимы в течение года, то есть текущие платежи осуществлять. Теперь слово за транспортниками. Предложения должны будут обсудить со всеми членами ассоциации. Мы видим конструктив со стороны правительства и в какой-то степени должны тоже войти в положение нынешних сложных финансовых ситуаций. Чтобы в дальнейшем не наращивать долг по перевозкам, на совещании в Минфине предложили начать проработку монетизации льгот. Тем более, что возможностью бесплатного проезда пользуется всего 10-12% от общего числа льготников.